Собеседники бывают интересные и бывают такие, которых не хочется и слушать. И вот как раз я у вас выступаю в качестве собеседника. Насколько я понимаю, на моем канале собрался думающий народ, которые что-то хотят от меня такое услышать полезное. Я, читая ваши сообщения, у меня меняется мой собственный мыслительный процесс. То есть, читая ваши сообщения, я думаю, ага, вот эту тему надо сообщить, вот ту тему надо сообщить, еще что-то надо раскрыть. Лично я для себя, вот что меня заинтересует, то я и изучаю, как-то рассуждаю, в чем-то докапываюсь, сопоставляю. То есть, я работаю сам с собой, с источниками, которые я раздобуду в данном направлении. И работаю примерно до тех пор, пока данный вопрос для меня не станет ясным. Ясным он становится тогда, когда я удовлетворяюсь и понимаю, что вот я стал относительно этой темы спокоен, так скажем, относительно этой темы. Темы я прошел различные. То, что вы читали в книгах, и когда там как бы проскользнуло, что вот-вот я на психологию там как бы немножечко сошел с темы очищения, питания, то для меня это как-то показалось странным. Возможно, кто-то читал мои труды по психологию, громко скажем так, кто-то не читал. То есть, этот вопрос в свое время меня волновал, и я его прошел. Тема вот именно сегодняшней нашей беседы, из-за чего я все это затеял, и немножечко о темах, а потом перейдем, вот, понимаете, мысли скачут, скачут мысли. Я совершенно случайно читаю я все ваши, пока еще у меня хватает сил и времени на ваши сообщения. И вот я прочитал, что, как бы сказать, у вас хорошо в доме, у вас все хорошо, все там имеется. И вот мне вспомнилось, что не всегда же так было. Не всегда, отнюдь не всегда так было. Это примерно вот, более-менее так стало, где-то года с 96-го, в 1996-го появился этот дом. И вот я сделал такое видео, которое назвал «Зависть». И одно это видео дало 17 тысяч просмотров, то есть неожиданно. Вроде как я вот рекомендую тут в своей жизни там оздоровление. А тут вот такая вот тема, и она, оказывается, всколыхнула, откликнулась, только просмотрела. То есть я стараюсь вообще-то быть ясным и понятным. В первую очередь для самого себя. Почему для самого себя? Для того, чтобы самому успокоиться. Я ж не зря хожу на прогулку, рассуждаю и говорю следующие слова. Уверенность. То есть когда человек уверен, он уверен вот в этом мире, он уверен в своем месте в этом мире. Когда он уверен, у него возникает спокойствие. То есть он не волнуется, он уже внутренне спокоен. Когда человек не волнуется, внутренне спокоен, у него возникает сила. Это рождает силу. И его энергия не распыляется на какие-то страхи или еще там что-то такое. Когда все это вместе образуется, рождается действительно красота у человека. То есть внутренняя красота, красота мира, в котором он живет. Он чувствует, что все это красиво, естественно красиво. И, наконец-таки, следующее качество. Он понимает вот это все мироздание божественное, в котором он живет, одаривает его богатством. Раз ты вообще живешь, это такое счастье огромное, что тебе вообще доверили жить здесь, вот в этом мире. Значит, ты кому-то нужен. Что-то ты нужен, в первую очередь, самому себе. Нужен, значит, как-то другим людям. Нужен вообще всему миру, раз он позволяет тебе жить. Он дал тебе душу, он дал тебе телу, он дал тебе вот этот мир, он дал тебе возможность проявиться. Понимаете? Проявиться. Это удивительные вещи. Читая следующее, как я назвал это видео, «Груди загорелые выпадают из», вот такой сюрприз. Написал, я так понимаю, молодой человек, незрелый, который не понимает, что такое, что это вот за мир вокруг нас, не понимает, что он нам показывает. И он воспринимает все это по-своему, это черное, это белое, это еще как-то еще. То есть не видит никаких непричинно-следственных связей, ничего. А я затеял это видео вообще-то для того, чтобы показать или подчеркнуть, вернее, это то, что вот все, что вокруг нас происходит, оно хочет чему-то нас научить. Оно хочет оставить какой-то, чтобы у нас отложился какой-то опыт на основании того, что мы видим, в каких ситуациях бываем. И чтобы вот этот опыт как-то, как-то мы, мы могли сами применить, и он нас изменил. Пишут, что из-за ваших книг поумирало столько там народу, вы тут такой большой очень грешник. Так как я уже понимаю, понимаю, это тоже надо прийти к этому, что каждый человек находится на своей ступени развития, и с этой ступени развития он начинает судить о тех или иных явлениях со своей, можно сказать, колокольни. Так вот я к чему вообще эту беседу веду? Что вот эти события, которые происходят, информация, которая нас окружает, очень важно ее правильно, как бы для себя опознать, распознать и далее уже применять? Ну, вот такой вот вопрос. Вот бабушка и тетя, значит, они воспользовались вашими книгами, залечили себя до смерти. Вот такой вот, значит, плохой. Позвольте. Я не буду оправдываться. Я просто еще раз подчеркну, я понимаю, что каждый человек находится на той или иной степени развития ступени, и он уже со своей колокольни судит. Но! Вот я как раз сейчас хочу продемонстрировать вот пример отношения к этой информации, к событию, которое произошло. Значит, позвольте. Вот первое. У нас же есть официальная медицина, научная медицина, люди в белых халатах, которые призваны нам помочь. Вопрос. Почему бабушка и соседка не обратились к этой медицине? Вот вопрос. Почему? Ответ распадается на два. Первое. Они были либо не удовлетворены качеством лечения, отношений официальной медицины. То есть не удовлетворены, как то, что у них возникло, медицина не смогла решить. И тогда что делать человеку? Что делать? Многие здесь пишут отзывы. Что человек был серьезно болен. Медицина сказала, мы не знаем, мы не можем. Все, значит, расписалось в своих этих, в своем умении. И тогда человек, если он желает жить, он, значит, начинает что-то искать сам, действовать. И выкарабкивается. Либо не выкарабкивается. Вот как он это все сложит, применит, насколько это все запущено, не запущено, насколько он может этим беззнанием воспользоваться и так далее. То есть уходим немножечко в сторону. Значит, первое, обратиться к медицине. Медицина, значит, почему-то, по какой-то причине не помогла. Ни соседке, ни бабушке. Далее вопрос стоит, что делать? Вот окружающие, семья, внуки, там, дети, родители и так далее. Вот когда человек заболел, естественно, первым образом, куда? В больницу. А, больница не помогла? Вот, ну, давай то, 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 что-то там попробуем, то есть, что-то там и такое. Советуют, ищут. Ну, так найдите что-то такое, чтобы помогло вашей бабушке и соседке. А не просто смотрите, траля-ля-ля-ля-ля-ля. Получится у этой бабушки или не получится там с помощью книг Малахова исцелиться или нет? А что ж вы тогда не могли что-то там найти другое, пятое, десятое? Мир многообразен. И там можно найти все, что угодно. Искать только надо. То есть, окружающие не сделали. Опять-таки, это бабушка и соседка остались одни. забытые своими родственниками, значит, забытые медициной официальной, которая вроде бы как у нас должна помогать. Что им остается делать? С позиции медицины допускай умрут они. Мы не можем, значит, и все. Ага, они не хотят умирать. Тогда начинают копаться, ага, вот они, допустим, книги, где изложены методы. Понимаете, если бы я вот именно вот все, что там написано, вот это все пришло из моей головы, да я бы тут вообще был этот, от гордости, она так меня бы распирала, что я уже давно бы лопнул. Но это знание общечеловеческое, которое я собрал и сделал, и более-менее там, как бы сказать, построил так в систему, чтобы она как-то там работала. И как показывает практика, она работает, эта система. Ну, допустим, у бабушки и соседки не получилось. Возьмите медицину. Каждый день кто-то умирает от медицинской помощи, умирает, в больницах умирает. То есть, вы как-то сопоставьте вот эти вот все вещи. Вот это все должно вас как-то подвигнуть на какой-то мыслительный процесс. Никто виноват, а что же делать? Вот это все, что нас окружает. Ага, там больница, да, хорошо, кому-то помогу, кому-то нет. Ага, там народная медицина, кому-то помогу, кому-то нет. Ага, там какая-то активированная вода, кому-то помогу, кому-то нет. Чтобы вы на основании вот этого всего, что у вас окружает, вы извлекли что-то полезное для себя и как-то изменились. И далее вы потребовали допустим от той же медицины научной, чтобы она вас лечила четко, ясно и понятно. Если вы заплатили деньги, значит должен быть результат. Если нету результата, значит верните деньги. Логично, справедливо, да. Сегодня утром я так краем уха слушаю, там новости передают. У одной девочки лет 12 врач зубной вырвал там с одной стороны где-то три зуба не мог определить какой же из них больной. Далее началось гнойное обострение и уже в другой клинике все остальное вырвали. То есть с одной стороны нету зубов. Опять-таки кто виноват? Кто виноват? Что это произошло? Виноват тот врач, в больнице которого нету рентгена, виноваты те другие, которые не смогли как бы сказать уже пошло заражение там его как-то остановить и вот решили значит все там выдрать, все там порезать и так далее. Виноваты родители, что не научили девочку ухаживать за зубами. Виновата сама девочка, что она как бы сказать вот запустила все это этот весь процесс как-то не вовремя обратилась там сказала там мама с папой да вот что-то у меня зубик там болит, как там что-то там делать. Кто виноват? А виноват тот, на которого это все свалилось. Так вот на кого это все свалилось он должен подумать подумать что же вот я не зря там такие названия начал писать. Как жить дальше? Как жить дальше в этом мире? Вокруг нас столько происходит вещей причем такие вещи не спрашивая нашего мнения нам рекомендуют допустим вот какое-то ну вот если мы касаемся лечения продолжим про лечение вот такое лечение оно неэффективно вот такое лечение оно неэффективно сделайте какое-то эффективное лечение а было было ли эффективное лечение или нет я как раз там подчеркнул что допустим ага туберкулез уже давным-давно там лечили ага другую болезнь давно лечили третью лечили а почему не лечат вот так вот как уже было все проверено почему что-то придумывают свое то что неэффективно и в результате получается что вот так вот за нас подумали нам это все предложили мы это съели подавились и потом ищем виноватого а кто же это вот виноват такой-сякой поэтому прежде чем искать виновных вы задайте вообще-то вопрос себе почему это происходит и что надо сделать для того чтобы это не происходило как поменять свое сознание как поменять вообще-то свое окружение как вообще сделать этот мир лучше если вы недовольны им вот на эту тему я хотел с вами поговорить а то там вот я стараюсь быть ясным и понятным а то там еще пишут вот там допустим что-то там я жалуюсь не жалуюсь понимаете тема вот она тема как горячий пирожок и его надо использовать этот пирожок эту тему потом она прошла забылась и эти как раз темы позволяют вот вести вот такие какие-то интересные беседы я не знаю насколько она для вас интересна заканчиваю я не буду куда-то там еще углубляться просто скажу я заметил что информация дается для того чтобы ты ей правильно воспользовался да вот идет ну что-то неприятное допустим война а что ты сделал для того чтобы она не шла к примеру да вот тут воруют а что ты сделал да вот еще что-то тут происходит а что ты сделал а я ничего не сделал я сижу и смотрю да вот так вот лечат да вот так вот поступают да вот так вот несправедливо а я про себя думаю что-то там такое а вот именно правильно воспользоваться вот тем что вокруг нас происходит в первую очередь понять самому измениться и попробовать вот это все изменить и когда если мы все начнем понимать мир будет лучше а пока естественно говорить мы этого не понимаем и находимся каждый на своей ступенечке развития вот и не хотим это даже особо и знать то получается то что получается и мы ищем виноватых и в конечной стороне если мы ничего не делаем пострадавшей стороной оказываемся мы сами вот такая вот беседа уж извините как могу так говорю благодарю за просмотр если вам понравилось видео ставьте лайк звоните в колокольчик и подпишитесь на канал ваше участие развивает канал и способствует его продвижению вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо Про доброго здоровьица и до новых встреч до новых встреч до новых встреч субтитры и до новых встреч Продолжение следует...